Привет, друзья! Всем приветствую! Я вас на своем канале. Что-то смотрю. Делается сегодня очень тепло. Это Северный поле. Хотя на улице очень и очень хорошо. Но все тает. Летища, правда, все в Одессе, во льду. Да, но я хотела поделиться с вами информацией. Очень долго я думала записать его, нет или не записать. Очень долго его откладывала. В общем, короче говоря, я поучаствовала в проекте. Наверное, все слышали, потому что, в принципе, и трубит интернет, и трубит об этом телевидении Первый канал особенно. Ёлка желания. Я в нем поучаствовала. Да, или он называется еще мечты сбываются. Это, получается, проект два в одном. И из которых можно выбрать. Ну, я выбрала Ёлку желания. И сейчас расскажу, что у меня из этого получилось и что я получила. На одном из форумов я прочитала о этой Ёлке желания и решила посмотреть, что это такое. И поинтересовалась. Чтобы поучаствовать в этом проекте, надо было попадать под категорию, которая перечислена на сайте. А это именно дети-сироты. Взрослые, которые 60+, подвергаются насилию. Или, да, дети подвергаются еще насилию. И малообеспечены насилию. Немногодетные. Многодетные здесь не срабатывают и не работают. И не работают. Но так как мы являемся малообеспеченной семьей по городу Санкт-Петербурга. Вернемся к Ёлке желания. Я решила поучаствовать, когда зашла на сайт и прислала в эти категории. Надо было прикрепить фотографию ребенка и надо было предоставить справку из соцзащиты или администрации города, района, о том, что мы являемся малообеспеченной, обязательно, чтобы эта строчка была в справке. Но я же ждать не могу. Да, я тут же увидела завтрашнее, надо уже лететь. Ну, так я полетела, прилетела к ней. Ну, они сразу у меня поверят в городах. Полюбили, очень безумно полюбили. Ну, в общем, я пришла без пяти. Девять утра, сами понимаете, да? Лобочий день в девять, меня хорошенько... Мы хорошенько отругали, но вот, что я пришла не вовремя, что надо записываться и вообще коронавирус. И вообще, что я тут делаю такая, кто я? Ну, и в итоге справку они мне не выдают. Говорят, дадите, записывайте, потом приходите за мной. Я говорю, хорошо, но у меня же просто так тоже не бывает ничего. Я записываюсь, так получилось, да? На следующий день к ним опять приезжаю. Опять же утром. Они говорят, господи, да опять у нас? Я говорю, конечно. Я говорю, я уже записалась. Я говорю, так что принимайте, как хотите. В общем, вы дали мне справку, засмеялась, называется. Вы дали справку, просто в справке написано, что такая-то семья получает такие-то типосудия за такой период и такая сумма. Все. Мне же нужна, чтобы строчка была в малобеспеченной семье. Сами понимаете, да? Ну, я говорю, хорошо, говорю. Прихожу к начальнику соцзащиты. Ну, рассказываю всю ситуацию, для чего мне нужна эта справка, что я хочу поучаствовать, все это рассказываю. Она мне говорит, нет, мы ее выдать не можем, извините, пожалуйста, извиняйте, до свидания. Я говорю, подождите, я говорю, как до свидания? Я говорю, мы же являемся малообеспеченной семьей. Она говорит, нет, вы являетесь в том, что у вас много детей. Я говорю, нет. Я говорю, я на первую, на вторую, на третью я получаю эти деньги. Я говорю, почему, когда у меня был один, почему-то я была малообеспеченной, а сейчас, когда я стала много, да, мамой, то, следовательно, это, опять же, ну, как бы осталось. Я говорю, я что-то ничего не могу понять. Ну, стала ее утверждать, что я говорю, вы знаете, я говорю, ну, вы же вот не получаете эти пособия. Стала уже на сайт госуслуг, что на сайт госуслуг так-так-так написано. А она мне говорит, нет, идите, идите спокойно домой, с этой справкой у вас все получится. Но я должна, что не получится. Почему? Потому что она была просто, на сайте сразу было так говорено. Ну, ну, ладно, все равно отправила, прикрепила, отправила эту справку. В итоге, в итоге, мне, конечно, организаторы отказывают, а у меня сроки горят, потому что там акция эта действовала с 15 ноября по 15 декабря. Да, это я сделала грубо раз за 4 дня. Вот. И получение подарков с 15 декабря по 28 февраля, которые сейчас дети до сих пор, да, получают от дарителей и получают массу-массу удовольствия. Ну вот. В итоге организаторы, конечно, в том плане молодцы, они мне присылают справки, образцы. И как раз среди этих справок был образец по Ленобласти. Причем во всех регионах. Москва, там, да, Ростов, да, ну, там, не знаю, Краснодар, Красноярск. У всех все есть, а у нас, как бы, понятия Петербурга малообеспеченные, да, нету. Ну, это, я думаю, ну, ладно, хорошо. Думаю, мне повезло, что-то, что-то, наверное, право-то скажу. Потому что, ну, потому что я стала, да, копаться. Копаться в документах, копаться в законах. И это, конечно, интересно и увлекательно. Я, в общем, короче говоря, я стала звонить. Я стала ее убеждать о том, что она не права. И такое понятие есть, и есть такой закон. Да, потому что я уже изучила его. Я уже подняла документы и, ну, как бы, да, стала объяснять ей, на что она говорит. Нет, вы получаете просто пособие. Я говорю, подождите. Я говорю, ну, вы же не получаете просто пособие на своих детей. Я-то получаю. Вы опять меня, она мне говорит, многодетная. Я говорю, нет, я говорю, независимо, многодетная ты, не многодетная. Если ты получаешь, то ты получаешь. Ну, в итоге она мне говорит, как вы это все видели? Я объясняю, и она говорит, нет, опять нет. Такого закона нет. Я уже смеюсь и говорю, ну, слушайте, ну, дайте мне, пожалуйста, напишите мне, пожалуйста, эту строчку. Я не знаю, как мне ее получить от вас. Я не представляю просто. Я говорю, я уже закон нашла. Да, я его изучила. В итоге, богатый русский язык, она мне говорит, начальник соцзащиты. Она мне говорит, все, я с вами разговариваю. Не могу. Вы меня возбуждаете. Я говорю, хорошо, я вас возбуждаю. А что мне делать? Да, мне нужно получить эту справку. Я хочу попробовать в этом поучаствовать в этом проекте. Что мне в этой ситуации? Все. Приезжайте ко мне. Будем с вами разговаривать. И вообще, перед тем, как вы приедете ко мне, составьте эту справку, как вы ее видите. С этим законом, которое, по сути, дело не существует. Я говорю, хорошо. Ну, в итоге они мне выносят эту справку без всяких слов, без всяких своих предложений, возмущений. Просто отдали, и все. Но в этой справке уже была фраза о том, что мы являемся малобеспеченной семьей. Я отправляю организаторам, я прохожу модерацию. И не рассчитывала, честно. Не рассчитывала на подарок, на какой-то, да. Но сейчас расскажу, что я получила. В итоге я получила этого великолепного медведя панду. мне присылала его девушка из Москвы. Почему она мне его прислала? Потому что я просила для своей средней дочки конфеты, косметику или большого плюшевого медведя. Ну, как-то у детей просто прозвучало это, что, мам, купи нам большого плюшевого медведя. Ну, я не считала, что это, знаете, небольшая необходимость, что его надо покупать, и он имеет, представляя, какую-то ценность. Я как-то от Никила сказала, да, у нас же есть медведи, там, знаете, 90 сантиметров, ну и меньше. Ну, и я даже не рассчитывала. Я рассчитывала на то, что просто, ну, в этом проекте, да, я говорю, что поучаствовать. Поучаствовав в нем, я получила этого медведя, на что я очень благодарна, потому что эта семья, да, девушка, с которой семья, она доставила нашим детям массу-массу впечатлений, и удовольствие от этого медведя, потому что на этом медведе то они сидят, то они лежат, ну, сами понимаете, да, метр шестьдесят, то они вот так облокотившись. Классный медведь, ничего не могу сказать. Конечно, я понимаю, что для Эмилии прислать. Она мне утром написала, вечером был у нас уже дома. Причем она не знала, что мы многодетной семье. Почему? Потому что когда нам его доставили, я должна была предоставить фотоотчет, что-то, да, ребенок получил. Ну, ничего сложного нету. Я, наверное, доставила, она напишет, она говорит, вы получили? Я говорю, да, я говорю, так вы знаете, мы поругались. Она говорит, а что вы поругались? Ну, наверное, что-то молодень ребенок. Я говорю, ну, сейчас. И посылаю фотографию этого медведя, значит, и где у меня трое детей сядут. Она говорит, божечки мой, вас трое детей. Мне так это удивило. Я думаю, что такого удивительного? Думаю, ну, трое и трое. На что она пишет, ну, почему, говорит, вы мне не сказали, да, что у вас трое детей? Я бы подобрала бы каждому по медведю. Чтоб не обругались, там, я говорю, слушайте, говорю, ну, подарок, желание было Емелькина, да, и подарок был ее. Так что, как я говорю, да, все пусть он, ну, группой отдыхает. Ну, в итоге, конечно, конечно, все в него поиграли, все его потискали, но, вы знаете, в этой ситуации я бы, наверное, даже была бы рада, если мне просто подарили конфеты. Также можете поучаствовать в следующем году, если у вас такая есть возможность, потому что этот проект для меня принес массу эмоций, да, положительных эмоций, потому что я поверила в чудо, даже если я получила просто конфеты или получили, мои дети получили конфеты или косметику, я была бы очень в этом рада, потому что любой подарок, любой сюрприз, любое внимание приносит массу-массу людям, да, впечатление, наверное, да, чувства, которые внутри, потому что о человеке не забыли, о нем подумали, даже, даже очень мелко, да, я считаю, что, ну, никого не оставить равнодушно, даже, грунт, да, вот мелочью обычной, что хотела сказать, так что, такие дела, с девушкой мы с этой общаемся, надеюсь, что, если я пойду в Москву или она приедет в Петербург, то мы обязательно с ней встретимся, ну, как общаемся, да, мы поздравляем друг друга с праздниками, пока что, на что она, правда, мне тут написала, что она предлагает мне помощь, я, правда, немножко не поняла, в чем помощь, ну, потому что считает, что у меня, руки, голова, ноги есть, вроде, пока не нуждаюсь такой сильной, да, помощи, ну, а я говорю, а ей говорю, большое-большое спасибо, что вдруг она у меня увидит, ну, вот, что она принесла массу-массу впечатлений, правда, так что, закон, который существует по Санкт-Петербургу, я оставлю под роликом, чтобы так люди не ходили, да, или человек не ходил, а как я ходила три ночи, три дня, как в Моисе по пустыне, чтобы соцзащита не закрывала двери и не говорила, идите отсюда, идите отсюда, нет такого закона, и что такого понятия в Петербурге мало обеспечены по закону, нету, ну, вот, или на память, да, сколько он будет существовать, почему, потому что каждый раз, глядя на этого медведя, я вспоминаю эту девушку, да, и благодарю, что действительно она принесла, знаете, массу-массу удовольствия этим маленьким человечкам, которые, которым надо в этой жизни, наверное, на маленьком этапе жизни, да, верить в это чудо, доброту, мечту, хотя мы с вами, да, детям сказали, что это не люди подарили, может, правильно, неправильно, подарил Дед Мороз со снегурочкой, так что, пусть они до конца думают, что это Дед Мороз со снегурочкой, что он просто подслушал, гномики подслушали, ну, в общем, для взрослых, конечно, конечно, я рассказала все, как есть, так что закона я оставлю, спасибо большое, что посетили мой канал, надеюсь, кто-то досмотрит ролик мой до конца, не пусть смотрите его, ой, надеюсь, что этот ролик взлетит, да, и его увидят многие, и попробуют поучаствовать в этом, также в проекте, как и поучаствовала я, со своей семьей, так что всем приятного просмотра, жду вас в гости к себе на канал, пока-пока, до новых встреч, друзья, спасибо большое вам за внимание,